Здравствуйте, друзья! По телевизору говорят праздник по всей России, новые территории, а в Кремле... 200 лет назад мы брали всю Европу и нагибали ее врагом. И в этот раз то же самое будет. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом! А что такая грустная, Танюш? Что-то случилось? А-а-а, ты думала, тебя это не коснется, да? Ну ты не расстраивайся. Чем меньше ватников, тем ближе конец режима. Вот, настоящий мужчина, Коля Валуев. Пришла повестка, сказал, да, поеду. Мне тоже пришла повестка. Вы пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Кто встал в Государственную Думу, они получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. Повестка пришла прямо перед поездкой, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду, обязательно явлюсь в военкомат. Подожди, подожди, Коля. Ты же говорил, сейчас поедешь. Какой на следующей неделе? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. На следующей неделе я поеду, обязательно. Конечно, я сейчас в военкомат поеду. На следующей неделе я поеду, обязательно. Я сейчас поеду. На следующей неделе. Обязательно. Вы поняли. Мне кажется, вообще у нас президент невменяемый. Ему срочно нужна психиатрическая экспертиза, мне кажется. И вместо того, чтобы помогать своим гражданам, ну, именно улучшать ихнюю жизнь, они начали эту, которую Россия, понятно, что она уже проиграет. Это, ну, уже очевидно. Умирать за яхты, за дворцы, за деньги, за детей, которые учатся за границей у наших чиновников, я не готов. Я хорошо не живу сам, поэтому я бы никому не посоветовал бы с этим связываться.